здравствуйте дорогие друзья обязательно непременно во что бы то ни стало и берите пример с меня вот многие заметили за время моего возвращения из больницы это стал живее но не слава тебе не живее всех живых это к господам во всяких мавзолеях относятся но процесс идет действительно мешали было все правильнее но все что моих силах моем распоряжении я это применяю и друзья чем могу делюсь это имеется ввиду и комплекс бадуань цзинь который вам продемонстрировал очень надеюсь что он вам помогает и под этим я подразумеваю очень многое на канале астралионика начиная с конца двадцатого года 2020 года но действительно много размещено полезной цены информации поэтому очень надеюсь что все это до сих пор помогает здравствовать или выздоравливать ну а когда у меня вот это вот дырочка зарастет которую наши доблестные люди в белых халатах белых халатах мне просверлили для моего блага я думаю что и с кашлем будет все нормально значит сегодня хотелось бы кое чем поделиться ну во первых тема контактеров которые вот в прошлом видео затронул это тема серьезно относиться к этому надо серьезно как минимум так как я предлагаю к этому относиться есть много вопросов насчет того какой меня личный опыт взаимодействия с теми кого я мог бы назвать верифицированные контактеры то есть люди которые прошли всестороннюю иногда изнуряющую проверку и проверку еще и временем уже всякое бывает но напомню что мне пришлось работать на определенные должности подразумевающий необходимость разбираться в людях и еще кое в чем не около а напрямую медицинском и так далее это было когда я исполнял свои обязанности в латвийской ассоциации уфологии и энеологии и было это вплоть до 1993 года были разные опыты взаимодействия с теми кто был соискателями на звание контактер и много было всякого знаете если подойти серьезно можно было бы написать интереснейшую книгу в которой были бы главы трагические я может когда-нибудь расскажу трагической судьбе человека музыканта с которыми вместе играли в о тональном синдроме и которого напрямую коснулась нечто вот во что это вылилось у него отдельная трагическая история его уже нет среди нас но живы его ближайшие родственники поэтому мне надо тут посоветоваться а история чрезвычайно поучительно но из тех с кем я в более или менее регулярном контакте алекс кольер это конечно не его настоящий имя и фамилия но тем не менее вы знаете его мне кажется достойный человек при том что я как бы так помягче сказать не разделяю его отношения с уже к некоторым персонажем по поводу которых у наиболее верифицированных проверенных ветеранов тайной космической программы в частности у пенни бридли есть совершенно конкретное определенное негативное мнение обоснованное основанная на фактах но это личное дело алекса он человек очень добрые в нем уже нет той жесткости которая иногда проскальзывала в 90-х поэтому человек может себе позволить так снисходительно относиться к причудам некоторых дам которые ну так это подпортили репутацию некоторых больших специалистов в области экзополитики больше тут эту тему развивать не буду есть другие люди практически все с кем я в контакте просят не называть их в эфире мете это не всегда самое важное главное но это серьезно что эти люди знают сами из своего очень часто горького жизненного опыта что бывает когда ты так вот от чистого сердца горюки ешь контактирую меня там проверяли и всякое бывает а что после этого бывает какие там люди в черном или еще кто-нибудь приходит больно бывает а потом людям приходится годами скрываться от от всего и это тоже отдельные истории но есть те с кем постоянный контакт но не всегда у них есть прямой контакт с их друзьями космическими то есть это обширная тема и всяко бывает но есть источники которым я доверяю но которых я все равно проверяю определенным образом есть профессиональный подход определенные реперы по которым ты есть кое-что сверяешь когда все сходится тогда остается очень важный аспект взаимодействия с этим информационным полем ты должен сам принять решение что ты будешь говорить что нет что за этим иногда тоже многое следует а бывает так что человек тебе что-то говорит я его спрашиваю что конкретно может быть не надо говорить нет ты решай сам за этим ты решай сам эти такое оба жернов такой на плечи ты должен принять решение и думать потому что повторяю всяко может быть нельзя недооценивать противоположную сторону обладающую непредставимыми технологиями включая и дистанционное считывание твоего ментального поля другие технологии о которых вообще нет представления потому что это другая наука вообще другая где все другое счет другой у нас десятиричный а там шестидесятиричный и другая математика отсюда в которой нет мнимых чисел и прочей дурной эквилибристики как в нашей высшей математике и так далее значит завершаю такую вводную часть и сегодня был получен своеобразный ответ это не ответ на вопрос это скорее продолжение в виде такого ответа можно сказать пред восхитительного предварительного объясняющего что-то такое особое в нашей сегодняшней жизни и в жизни человечества вообще мы говорили с источником от которой я получил эту информацию это человек не нашего ментала он живет в англоязычном мире но мы иногда общаемся вот одна из тем касалась того как наши космические друзья видят человечество вообще на протяжении огромного количества лет десятки миллионов лет человечество здесь существует как минимум и как нас воспринимают в виде некого целого все что я могу сказать на эту тему чтобы упаси боже не накручивает такого трагизма но все-таки надо это сказать практически все светлые цивилизации которые сейчас здесь здесь которые здесь давно которые сами воплощаются среди нас чтобы понять что то чтобы изнутри это все увидеть они считают человечество несчастным ребенком причем в их понимание в огромном количестве аспектов того что под этим подразумевается включая это о чем они сочи необходимым сказать практически все светлые братья наши в перечислении на наши лета исчисления они живут как минимум две-три тысячи лет а многие десятки тысяч лет а мы живущие в среднем в лучшем случае 70 с их точки зрения мы не достигаем даже возраста ребенка понимаете и это творится с применением жутчайшего насилия непредставимого в их мирах поэтому они воспринимают человечество как несчастное дитя которому должно быть соответствующие отношения не как щу 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 там и так далее а с пониманием ситуации вот так ну формулировки на английском языке было выражение которое я бы перевел как замордованное дитя вот это будет наверно самое точное так что это важно понимать когда встречаешься с информацией в которой кому-то что-то может показаться обескураживающим они в коем случае не считают нас вообще безмозглыми недоразвитыми и прочее 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 они считают нас несчастными заслуживающими счастье счастье в лучшем смысле о сути и смысле слова счастье мы как-то размышляли с владиславом платоном я доходчиво объяснил откуда это слово что оно значит повторяться не буду вот смотрите наши беседы с платоном ну еще кое-что было добавлено но сегодня я пожалуй воздержусь от оглашение этой информации чуть-чуть там кое-что надо до проверить если кого-то интересует откуда это одна из цивилизаций в созвездии орион с которым с некоторых пор много чего связано во времена поздних восьмидесятых начала девяностых рериховское движение орион все это закатывание глаз и прочее а а сегодня у некоторых другая крайность а орион так это которые там вот те самые или орионская отколовшаяся группировка хвостатых да ребята вселенная безгранична и всякое может быть самое примитивное определение в семье не без урода и прочее и в этом созвездии есть много чего много постоянные друзья слушатели нашего канала знают что некоторым из представителей одной из цивилизаций находящиеся одной из звезд пояса ориона есть музыкальные импровизации посвященные этим ребятам с указанием конкретных имен и прочими делами я не считаю это чем-то таким особенным вот это есть нормальное общение потому что эти наш вербальный уровень общения для них это такая так такая морока может жить просто примерно примерно я не говорю так но примерно что такое вот как что-то понять уловить в лепите младенцем настоящие мамочки вот которые по-настоящему чувствуют свое дитя я со многими общаюсь и в качестве человека который занимается здоровьем много чем приходилось заниматься включая особые аспекты в невербальных форм передачи информации это вот все в той же ассоциации по-настоящему по-настоящему продвинутая как сейчас говорят мамочка она свое младенца понимает на уровне выше звуков она знает что он хочет она с ним общается и вот эти все еще еще ля 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 там вот эти вот все у сю 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 там коза рогатая это все мимо ну какие мамочки в основном бывают это тоже отдельный разговор и почему это так что-то делается специально воздвигая стены просто железобетонные между родившимся человеком и взрослыми родителями это не одно тысячелетие создавалась весь мир есть мир насилием и разрушен вот так вот поэтому пока пока это мы становимся и повторю если кто не уловил это вот от кого эта информация это ребята из одного из мест созвездия орион и вторая информация это от другой ветви как я их называю информационный это было своеобразно была своеобразная реакция на то что я сказал по поводу нумерологического кода нашего этого года которым сейчас живем вы ребята там с юмором и в одной из бесед уже с другим человеком мы как затронули эту тему она прозвучала и я попросил его о своих этих друзей так доходчиво нам объяснить а в чем действительно если это так выражается вот эта восьмерка в которой мы сейчас все оказались я попросил его без всяких этих лент мебиуса и прочего что для многих непонятно ответ если обобщить все что сказано было в довольно сжатой фразе это год когда сработает бумеранг восьмилетней давности вот так было сказано а теперь подумайте что было в этом мире какие события что происходило в 2000 каком там году 8 лет назад очень важная кстати констатация она выходит далеко за рамки вот этого нашего сиюминутного вопрошения то есть опять есть о чем подумать есть повод для анализа самостоятельного мы друзья самостоятельно и надеюсь для кого-то кто сочтет необходимым провести такой анализ 2016 год события ключевые многое станет ясно ну кстати 2016 туда он если еще дальше какой годок такой годок в которой западный торгашеский мир чуть медным тазом не накрылся вам не кажется и сразу сразу встают редком так вопросы а кто же на самом то деле спас запад не обошлось ли тут без какого-нибудь странного взаимодействия с ныне лютым ворогом восточным и какова тут проявленная тень того что мы называем ТКП тут тут такие сразу всплывают темы мама не горюй поэтому принимайте это как хотите но я так бегло по точкам прошелся по 2016 слушайте нечего сказать в некоторых местах такой бумерангище сейчас на шарике происходит то что некоторые довольно серьезные люди сейчас прямо называют вот она началась третья мировая друзья успокою вас но не будет мировой войны очаговые конфликты да они к сожалению оказались неотвратимыми по самым разным причинам над которыми главное урожай как это называют некоторые который не мог быть отменен к величайшему сожалению или остановлен в той форме которая нас бы жестко устроила бы я постоянно говорю о причинах потому что тут ставки планетарные не больше и не меньше и драка сейчас идет на уровне солнечной системы потому что те кто опять таки внимательно давно и долго слушали сказанное мной по поводу земли луны солнца солнечной системы и так далее и так далее в этой динамической так сказать системе продолжения золотого сечения они понимают за что на самом деле сейчас идет схватка и это не только и это совсем не будущее земли галактики и вы знаете это даже не будущее галактики все гораздо круче вот поэтому на весах такие меры такие гири тяжеленные кровавые страшнейшие и никуда не денешься но при этом нигде никогда случайно с человеком не происходит что-то из того что радикальнейшим образом затрагивает его жизнь здоровье благополучие и прочие дела это тоже закон и он тоже работает как каким образом некоторые прямо спрашивают как подстелить соломку как ну заработать заслужить и прочие там слова себе хоть какое-то ну хоть какое-то благополучие в ближайшем будущем друзья я об этом постоянно говорю вот насколько вы успешны в реализации в своей собственной жизни золотого правила настолько у вас есть шансы ровно настолько ничего здесь не меняется изменено быть не может это никак никоим образом не связано ни с какими замутнениями в виде всякого рода вознесения и всем вот этим этой накипью вознесенные владыки вознесенчество это напрочь никак не связано это все мусор по сравнению с золотым правилом вот к нему я вас и призываю к его настоящей реализации в собственной жизни я надеюсь сегодня все максимально полно и главное правильно меня поняли если нет пишите в комментариях я не бог я не пифагор от одного слова которого к его ногам птицы падали могу применять иногда не очень удачные обороты речевые тем более когда периодически кашель образуется поэтому сейчас завершаем сегодняшнее обращение и пусть у вас все будет прекрасно пусть мирное небо благополучие здоровье сопровождают вашу жизнь а сейчас музыка не просто д не вы не чтобы быть вы не Субтитры создавал DimaTorzok 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 Счастливо, друзья! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok